ДАФИ ДАК Я сразу на него отвечу, бей колокол себе на спине, ну а если подписался, то олдовым братю не остался, и запомни раз и навсегда, братишка, всегда, свапай, ТАНКА! И всё, переходик. Сейчас поделим гайдосик пополам, первый будет про игру через линию золота. Ну и так как Брунича ещё и в лес пикают, поговорим и про игру через лес. И полетели. Созваниваемся, короче, со своим карифаном и отправляемся с ним на делюгу. Главное, чтобы карифан, который пойдёт с вами, был проверенный временем и не кинул вас при первом же замесе. Прилетаем, значит, на объект, который находится на линии золота, и начинаем трясти со здешних коммерсантов лавандос. Главное, чтобы ваш друган купил маску, а весь накопленный общак вы потом поделите поровну. Крипанули коммерсов, значит, и видим, что за них примчала местная крыша. После недолгих разговоров, мы понимаем, что словами здесь дело не решить. Так как братва начинает грубить, и поэтому начинаем их шатать. Здесь мы сразу видим всю сущность нашего братишки, который не даёт заднего хода и влетает в замес без какой-либо мысли. Даже если вы не доделали делишко до конца, братишка закончит всё сам. Также после хорошо закончившихся замесов, ловим момент, пока крипов нету на лайне, и отправляемся в лесок для того, чтобы подмять всех зелёных барыг под себя и получить ещё больше лавандоса. И потом возвращаемся обратно на лайн, потому что коммерсы с лайна самые дорогие, и это ваша главная цель на первые 5 минут. В общем-то броничий без предметов наносит достаточно неплохой урон за счёт своей пассивки, которая увеличивает его критический урон на 2% и суммируется... Да ёбаный брат, чё ты курица-то, блядь? ...и суммируется до 10 раз. Ну а после парочки предметов уже можно спокойно забирать район под себя, дабы ваш братишка уже не из последних людей и делает всё правильно. Вы тем временем сдалбливаете башни и крошите басоту. После того, как уже обе стороны достаточно нафармили ближе к концу матча, советую держаться как можно дальше всей бучей и держать правильную позиционку. Смотреть на карту, занимать правильные места, и чтобы вас не убили, и чтобы урон нанести по кору, а не по вражескому танку. Заканчивать игру, конечно, желательно как можно раньше, так как Бруно не очень лейтовый персонаж и в конце его дамаг просядет. Ну а так, делайте всё правильно, придерживайтесь танка и всё будет у вас в ажуре. Перелетаем в джунглер, где главная наша задача будет выформить четвёртый уровень, и желательно, чтобы с вами были ваши два больших братка, и вам отдали мид. Потому что зачастую братишки из вашей команды, особенно маги, могут вам кинуть предъяву, на которую очень трудно будет вам дать понятное разъяснение. Ну а когда всё чики-пуки и всё при вас, апаем четвёртый и забираем бафы. И летим на сходники, гангаем всех, кого видим, придерживаемся братишек, сильно не забыковываемся, иначе опустят по беспределу, и всё пойдёт петуху под хвост. Ну и так же, стараемся как можно быстрее закончить все эти дерибасы, чтобы не было никаких потом вопросов со стороны братвы. По навыкам, я думаю, здесь всё понятно, но пробежимся ещё раз. Первый ваш навык усиливает вашу базовую атаку, и так же с ним у вас накапливаются стаки пассивки, и желательно взамес влетать уже с набитыми десятью стаками, дабы нанести максимальный урон, и чтобы у всех противников полетели сопли. Второй навык подкат, это ваш эскейп, и можно сквозь стены, камни и всё тому подобное перескакивать. Так же он используется, как и небольшой стан для врага. Если вы использовали ваш первый скилл и сделали подкат, ваш мячик вернётся к вам сам, его не нужно будет бегать подбирать. По ульте её желательно использовать на толпу, дабы на разах не сильно она вам поможет, так как за время действия анимки вы сможете уже 2-3 удара нанести по врагу, а вот в толпу, если запулить, то будет всё очень красиво, ещё и какой-нибудь проказ собьёте, типа ульты Фаши или Адетты. И да, забыл про 2 мяча. Чтобы, короче, у тебя было 2 мяча, с которым ты можешь дамажить и максимально, так сказать, использовать Брунича, тебе нужно в тот момент, когда ты нажал на первую способность и пнул мяч во врага, в тот момент, когда мяч возвращается тебе обратно, но ещё не вернулся, нажать ещё раз на первую способность. После КД, конечно же. Таким образом, у вас будет влетать каждый мяч с бафом, а не через один, как это было до этого. И теперь переходим к сборочке. Если играете через лес, то это, конечно же, лесной нож фуловый, ботинок на скорость атаки, ярость берсерк, КББ, багровый призрак и на деф какие-нибудь крылья королевы или бессмертие. Если идёте на золото, то сборочка, в принципе, не меняется. Меняется только лесной нож на какой-нибудь меч охотника на демонов или зелёнку. Ну и билды на деф тоже по ситуации. Что там больше подходит, то и берите на маг, в защиту или на физ. По эмблемам я беру эмблемы убийцы со скоростью передвижения, шансом крита и эспирком на убийственный пил. Также можете использовать эмблемы из стрелков, там уже на ваше усмотрение, что кому подойдёт, там сами выберите. И, в общем-то, и всё. Вот такую вот движуху мы с вами навели на Бруничи. Если было всё ясно и понятно, ставь Пальченского на самый верх, пиши комментарий, ну и подписывайся. И да, не забудь про два мяча. И как обычно, с вами был ДафиДак и всем гуд лайк. Субтитры сделал DimaTorzok